Абдурахим Апрельское наводнение, оставившее десятки жителей Кишлака-Мехна-Тобот, без крыши над головой, унесло жизни двух малолетних детей. Селевой поток обрушился днем. В это время мой, двухгодовалый внук, который пришел погостить ко мне, вместе с матерью находился во дворе. Стихия буквально вырвала ребенка из рук матери, чтобы поглотить и унести с собой. По данным властей Хурасанского района, Стихия разрушила более 170 жилых домов, во многих из которых теперь жить просто нельзя. Мощный грязевой поток уничтожил десятки голов крупного рогатого скота, полностью смыл более 5 гектаров пассивных полей. Спасатели и солдаты комитета по чрезвычайным ситуациям пытаются расчистить погребенные под слоем грязи и камней дома. Но Сухия, одна из жительниц Кишлака, говорит, что из-за большой влажности и разрушений несущих конструкций в домах жить стало невозможно. Поверьте, человек не может войти и жить в этих домах. Стены влажные, в любой момент могут просто провалиться. Сейчас мы живем у родственников другой, Махале. Не знаю, что будет с нами. Небольшую помощь продуктами питания мы получаем, но вот насчет наших домов никто ничего не говорит. В Хурасанском районе это не первое наводнение. Весной 2009 года Сухия нанесла населению огромный ущерб. В результате ливневых дождей и селевого потока были разрушены свыше 200 жилых домов. Два Кишлака практически были уничтожены. Но тогда обошлось без жертв. Марзия Саидова, старожила Кишлака Мехна-Тубот, видит причину трагедии запущенности и неухоженности селезбросных сооружений. В том месте, где мы живем, нет селезброса. Когда начинаются проливные дожди, наш тишлак наиболее уязвим. Сель проходит через нас, разрушая все на своем пути. Об этом должны думать власти. Когда дело касается налоговых сборов и оплаты за электроэнергию, то они всегда здесь. А в трудные времена их днем с огнем не сыщешь. За последний месяц стихийные бедствия в южных районах Таджикистана унесли жизни 15 человек. МЧС заявляет, что обеспечивает пострадавших жителей продовольствием. А солдаты комитета расчищают дома и улицы от грязи. В то же время общественные организации собирают продовольствие, стройматериалы, одеяло и одежду для оказания помощи пострадавшим людям. Субтитры создавал DimaTorzok